Частичная мобилизация на Дальнем Востоке завершена. Об этом заявил полпредпрезидента в ДФО Юрий Трутни в ходе заседания Совета, которое прошло во Владивостоке. Оно, в частности, было посвящено мерам поддержки мобилизованных граждан. Участие в заседании принял губернатор Хабаровского края. Подробности далее. На Дальнем Востоке завершилась частичная мобилизация. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, всем мобилизованным ежемесячно будет выплачиваться довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. Материальная и моральная поддержка участников специальной военной операции стала одной из главных тем заседания Совета при полпреде президентов ДФО. В нем приняли участие все губернаторы дальневосточных регионов. Юрий Трутнив отметил, что главы территории обеспечили дополнительные выплаты мобилизованным. Мы договаривались с главами регионов о дополнительной единовременной выплате мобилизованным в размере 150 тысяч рублей. Хочу глав регионов поблагодарить за то, что эта работа во всех регионах выполнена. Мобилизованные жители Хабаровского края уже начали получать выплаты. Списки составляют военкоматы и направляют в Министерство соцзащиты региона. Никаких заявлений для получения средств не требуется. Также в край работает 15 центров поддержки семьям мобилизованных. К сбору необходимых военнослужащим вещей подключились предприятия, волонтеры, жители. Это только первые шаги. Нам еще много надо сделать для того, чтобы поддерживать бойцов на передовой. Обсудили на заседании и реализацию нацпроектов в текущих условиях. По словам Юрия Трутнева, Дальний Восток находится ниже среднероссийского уровня по выполнению задач федеральной программы. А именно в сферах здравоохранения, образования, экологии и жилищной сфере. Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу к 2024 году обеспечить повышение качества жизни в регионах Дальнего Востока выше среднероссийского. Эта работа должна проводиться в любое время, независимо от окружающей ситуации. Необходимо продолжать и строительство школ, больниц, культурных центров. В 2022 году нужно построить 255 таких социальных объектов. На сегодняшний день в эксплуатацию введена пока 1,5 часть от плана.